Научно-практическая конференция по образовательной работе музеев впервые прошла в Дмитрове на базе музея-заповедника Дмитровский Кремль. Гости и участники конференции – сотрудники разных музеев страны и работники учреждений культуры. Они приехали, чтобы делиться своим опытом и расширять сотрудничество. Московская область, Дмитровский музей известен своей работой в этой области, и мы являемся достаточно известным центром по музейной педагогии. И вот в этом году мы подошли к тому, что мы готовы делиться, во-первых, своим опытом, во-вторых, мы готовы принимать здесь гостей. Для меня очень важная проблема, которая вот сейчас была поднята, и мне кажется, мы нашли общий язык – это наше общение с учителями. То есть мы хотим показать им, что благодаря музею и вместе с музеем они могут реализовывать свои образовательные задачи. Среди участников конференции – Дарвиновский музей, музей-заповедник Коломенская, усадьба Абрамцева, музей военной истории Москвы. Программа насыщенная. На протяжении всего дня коллеги слушали доклады друг друга, дискутировали, делились наработками. Решали, каким должен быть современный музей, как развивать образовательную деятельность, проводить занятия для школьников, используя мультимедийные технологии, организовывать интерактивные экскурсии, творческие мастер-классы. Все это позволит сделать музейную классику интересной для детей и подростков. В этот же день в рамках конференции состоялось торжественное открытие выставки «Природа Дмитровского края на старых картах». Выставка приурочена к году экологии. Речки, озера, луга, планы старинных усадеб – все это можно увидеть на уникальных картах из фондов музея. Я думаю, что всем жителям города и жителям Дмитровского района будет интересно прийти и посмотреть на карты, где изображены родные края, где находятся их дачи, где находятся их дома. Но самое главное, мы хотели показать на этих картах природные объекты, все многочисленные реки, речки, ручьи, многие из которых не сохранились до наших дней. И чтобы могли сравнить. А для этого мы установили плазменную панель, где можно увидеть фотографии со спутника на те же самые места, которые показаны в старых картах. Карты выполнены акварелью и чернилами. Все нарисовано от руки предельно точно и аккуратно. Ведь раньше это была не просто картинка, а юридический документ, подтверждавший право владения Землей и ее ресурсами. Есть на выставке и план Дмитрова середины 19 века. Можно узнать, какие границы имел город в то время, какие названия носили улицы. Здесь есть и карты времен строительства канала и послевоенных лет. В общем, изучать по такой коллекции географию Дмитровского района – одно удовольствие. К этой выставке будет, скажем так, прилагаться интерактивная образовательная программа для школьников. И мы очень надеемся, что местные школы придут сюда. Можно урок географии провести здесь. Можно просто использовать эту выставку как образовательное пространство. Выставка расположилась в малом зале на первом этаже и будет работать до февраля.